Друзья, ну что, хочу поделиться с вами. Вот пришел наш великий русский лотос. Вот книжечка, сияющая, беленькая, легкая, легкая, очень красивая, какая-то необычайная от нее идет энергия, будто бы вот в руках держишь не книжку, а какой-то маленький бриллиантик или алмазик, он сияет. Вот такая легкость, вы знаете, кристальность мыслей, ясность, чистота. Вот я книг много же издавал и держал в руках, все. Но вот наш русский лотос, я хочу сказать, очень легкий, очень какой-то свежий, что ли. Я не могу объяснить это как, понимаете. То есть вот это не потому, что вот это мы там издали и все, но вот в нем есть какая-то особая энергия. Энергия ветра, энергия алмаза, энергия новых миров открытия. Знаете, хочется открыть, читать. Все кратко, ясно, очень, скажем, открыто, понимаете. Вот когда берешь книгу, всегда чувствуешь тяжесть. Боже, это надо прочитать, смотреть. Заунывная песня, одно и то же. Сколько академиков там приняло, кто из-за такой. А здесь очень такая вот... В общем, поздравляю нас в праздник. Так, хочу еще раз повторить. Вот сияющая книга, белая, легкая, искрящаяся вообще. Книга нового измерения, нового мира. Вот так. Очень необычно. И в ней заложен то, что еще пока как бы никто не оценивается в полноте и даже не понимает, неважно. Это не просто там пять авторов. Это некое новое... Ну, коллективный разум не нравится. Это ребята нашего двора. Это ребята будущего. Я бы так сказал. Капитаны новой зари. Вот так. Как я говорил, парус новой судьбы никуда не плывет. Он стоит у причала и чего-то все ждет. Он ждет ветер надежды. Он ждет ветер любви. Он ждет капитанов новой зари. Очень красиво на знак. Мистический, магический. Прямо чувствуется, что от него идет энергия. И это не просто сказание о будущем. То есть это сказание тех людей, которые уже там побывали. И уже здесь они дали. Замечательное, красивое дерево. Все живые очень знаки. Вот живые. Знаете, неформальные какие-то. Все несущие смысл. И все гармонично сложено. И поэтому поздравляю всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok